Всем привет, мои хорошие! Меня, как всегда, зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает фея. Я безумно рада приветствовать вас в первом выпуске моего нового роскошного бьюти-шоу под названием Уна Моментов Бьюти. Субтитры делал DimaTorzok А также мы будем превоплощаться в наших любимых героев и обсуждать наши с вами любимые фандомы. По-моему, звучит идеально. Короче говоря, будем создавать косплей из шкафа и делать красоту на нашем лице. Так что желаю вам приятного просмотра и обязательно смотрите это видео до конца, потому что здесь будет и розыгрыш, и очень интересный образ. Короче, поехали! В общем, так как сегодня у нас премьера, я решила зайти с козырей. Будем сегодня делать образ Фурины из Genshin Impact. Давайте рассказывать, кто уже там ее выбил. Я вот до сих пор нет. Я, блин, даже кафку в себе до сих пор не выбила в Ханкай, а про Фурины вообще молчу. Депрессион. В общем, у девчонки силы связаны с водой. Я, конечно, больше по персонажам Крио. Когда я впервые играла за Кея, это было нечто просто. Вот эти все его морозные трюки. Да. Знаете, что у меня есть? Я не позер, честно. В любом случае, цветовая палитра тоже голубая, и мне это безумно нравится. И сегодня, конечно же, у нас тоже будет макияж в голубых оттенках. Вообще, конечно, долгое время для меня голубой цвет был таким... Нет-нет-нет, знаете, вот эта вся ассоциация с макияжем продавщицы. Хотя, честно говоря, я не знаю, в чем проблема. Есть какой-то определенный вайп, особенно, знаете, вот этих 90-х. Оторваю. Сегодня мы, конечно, пойдем по более безопасной тропинке и будем сочетать голубой с нежными цветами, бежевым, нюдовым и так далее. И в руках у меня сейчас палетка Mystery Party, которая идеально подойдет для наших целей, потому что здесь буквально я уже вижу сразу нужные цвета. И вы уже сейчас можете видеть ту эстетику, которую мы сегодня будем создавать на лице. Но сперва нам нужно немного подготовиться, так что сейчас начнем с пудры. Как вы видите, тон я уже нанесла. Sorry, not sorry. Сейчас будет небольшой лайфхак для тех, кто страдает от осыпашек. Осыпашки нам не нужны, поэтому я использую пудру рассыпчатую. Это не просто рассыпчатая пудра, это минеральная прозрачная пудра. Она идеально подойдет для наших целей, потому что нам, в принципе, нужно просто поймать осыпашки под нашими глазами, чтобы потом просто смахнуть их кисточкой. Для того, чтобы создать облачко под глазами, мне понадобится слегка влажный спонж. Я его перед этим использовала для того, чтобы нанести тон, ну а сейчас на нем осталось немножечко влаги. И как раз им я набираю пудру. Среднее количество пудры мы захватываем влажным спонжиком. Прямо набираем на кончик. Беру в руки зеркало и смотрю на него прямо-прямо под глаза. Бодренько так, щедренько наношу эту пудру. Вот должно прям получиться такое облачко. Не стесняемся. Чем больше пудры, тем меньше возможности, что тени осыпятся и оставят какой-то ненужный след после себя. То же самое я делаю и под вторым глазом. Выглядит странно, конечно, но это часть процесса. И прежде чем перейти к теням, я предлагаю вам сделать базу под нашу растушевку с помощью карандаша. Сперва сделаем коричневую базу. У меня в руках карандаш в коричневом оттенке. 208-й карандаш называется Silhouette Matte. Этот карандаш удобен тем, что он жирненький, такой немножечко даже муслинистый. Он имеет мягкую текстуру, но за счет этого его будет очень легко растушевывать. Мы опять же смотрим прямо в зеркало. И начиная примерно с центра глаза, по складке мы проводим дугу. Буквально повторяю складочку века. По количеству продукта нужно и не много, и не мало, где-то среднее. Потому что кроме того, что нам нужна эта линия визуально, нам нужно, чтобы было чего распределять, растушевывать соответственно. То же самое на втором глазу. И уже теперь мы переходим к палетке, о которой я вам уже говорила. Она просто стала моей суперфавориткой, потому что в ней есть буквально все. И яркие оттенки, и более бежевые, нюдовые. В общем, просто идеальная. Особенно, я думаю, она мне будет удобна, когда я буду ходить на фестивали, на фотосессии. Потому что буквально здесь есть все. Я даже своих подружек смогу накрасить. Плюс ко всему есть еще и зеркальце. Пишите, кстати, в комментариях, как вам лучше. Но мне очень удобно, когда у палетки есть и зеркало, и, соответственно, сам продукт. Логично? Логично. Я выбираю кисть. Какую кисть сейчас выбрать? Нам нужна какая-нибудь средняя, ну такая маленькая, да не очень большая. И пушистенькая. Идеально для растушевки. Для начала растушевки нам нужен бежевый оттенок теней. Чуть темнее, чем наша кожа. Но при этом, чтобы это был, знаете, такой как contouring глаз. Я беру вот этот бежевый из четвертой девятки. Это только начало растушевки. Дальше мы будем, конечно же, затемнять. Немного смахиваю лишнее и начинаю растушевывать линии, которые мы чуть раньше нарисовали на глазах. И увожу их вверх и от центра. Тут, конечно, все довольно просто. Пока что все базовое. Просто немножко затемняем складочку глаза и растушевываем к периферии. Немного добавляем во внешние уголки глаз подвижного века. Теперь мы немного затемняем нашу растушевку. Я выбираю вот такой оттенок. Это, наверное, даже уже коричневый с немного фиолетовым подтоном. Так как во внешнем уголочке у нас будет голубой цвет, я думаю, коричневый лучше выбирать более холодного оттенка. И, в принципе, повторяю примерно то же самое, что мы делали только что с более светлым оттенком. Прохожусь по той же дуге и от центра. Можно сделать что-то вроде такой широкой стрелки, уходящей от центра к периферии. И повторяем на правом глазу то же самое. Вообще меня удивляют люди, которые умудряются обойтись стрелкой, которую делают с помощью теней. Честно говоря, я до сих пор не могу познать эту технику. Ну, а часть-то то же самое мы сейчас с вами и делаем. Грубо говоря, это такая большая широкая стрелка, которая как бы и служит нашей направляющей. Нам осталось дополнительно затемнить внешние уголки подвижного века. И для этого я выбираю вот такую кисть бочонок. Она довольно плотная, но при этом не очень большого размера. Как раз идеально под размер моих глаз. Кстати говоря, если у вас глаза поменьше, и у вас постоянно получается очень большая такая широкая растушевка, возможно, вам просто нужно выбрать кисточку меньшего размера. Я выбираю самый темный оттенок из первой девятки. На ней, кстати, написано Mystery. Муд загадочный. И теперь я концентрируюсь только на внешнем уголке глаз. Дополнительно прохожусь по дуге. И как бы смешиваю все то, что мы только что сделали. Отлично! Давайте перейдем к внутреннему уголку глаз. Здесь мы примерно по такой же технике сделаем голубой акцент. У меня есть вот такой яркий карандаш в 217 оттенке. Это буквально лазурный оттенок, так что растушевка у нас получится очень яркой. У него тоже довольно мягкая текстура, что позволит нам сделать классную растушевку. Эту дугу я тоже буду делать по естественной линии моего глаза. Прямо от внутреннего уголка и немного вверх. Как-то так, с небольшим таким загибом. Тоже типа дуга. Важно оставить сам уголок чистым, потому что его мы тоже будем заполнять, но более светлым оттенком. И теперь работаем с этой дугой. Я беру маленькую кисточку. Это тоже что-то вроде бочонка, но она совсем малюсенькая вот такая. И сперва работаю с матовым оттенком. Здесь как раз у нас есть вот такой красивый голубой. Тоже тут вроде лазури, но более светлая. И по той же траектории прохожусь, немножечко растушевывая вверх и к носу. Линия должна стать более мягкой и слегка втушевываться в нашу коричневую тушевку. Теперь я беру кисточку со скошенным краем. Вот такую. Она очень удобна для стрелок. И сейчас мы будем делать что-то вроде стрелки. Мы нарисуем довольно четкую границу между голубой тушевкой и подвижным веком. Из этой же девятки я возьму более темный оттенок. Он уже уходит немножечко в зеленый. Но в целом, я думаю, здесь это будет в тему. А опять же у нас лазурь, вода. Эту линию я тоже немножечко растушевываю в том же направлении, в котором тушевала голубые тени. Главное растушевывать в направлении носа, а не наоборот. Конечно, нужно бросить какую-нибудь сияшку на подвижное веко, наконец-то. Я бы взяла из той же девятки, из которой мы сейчас брали голубые оттенки, вот этот золотисто-зеленый. Он очень интересного оттенка. Это шиммеры, и шиммеры я очень люблю наносить прямо пальцем, так что так сейчас и сделаю. Оттенок довольно деликатный, он приносится скорее именно как перелив. Но здесь нам особо цвета не нужен, поэтому я думаю, такого эффекта будет достаточно. Ну и теперь, когда тени у нас нанесены, мы наконец-то можем убирать пудру из-под глаз. Я не знаю, насколько это будет видно на камере, но я прям вижу маленькие частички теней, которые могли бы осыпаться мне под глаза. И сейчас бы я их смахивала, и они бы меня здесь оставляли огромные такие цветные линии. Но у нас все чисто. Ну и далеко не отходя, я поделюсь с вами одним интересным бьюти лайфхаком. Человечеству долгие годы не могло найти ответ на вопрос, как же сделать взгляд выразительным. Для этого я беру еще одну маленькую скошенную кисть. Я выбрала совсем малюсенькую, буквально точечную, потому что нам нужно будет работать с небольшой зоной под глазами. Говоря коротко, мы сделаем что-то вроде тени, которая станет базой для блестяшки, которую мы кинем под глаза. Для этого я смешиваю два оттенка, бежевый и коричневый. Хорошенько смахиваю из кисти, потому что нам нужно совсем немного продукта. И прямо под глазами, чуть ниже, отступая буквально где-то, ну, мне кажется, даже сантиметра здесь нету. Мне важно оставить небольшую такую заделку под место, где как раз я хочу положить блестяшки. Они обязательно должны быть светлее, чем тон кожи, и в идеале там должны быть именно такие мелкие блестяшки. Что-то вроде шиммера, в общем, идеально подойдет. Слегка прям растушевываю вниз. Да, здесь надо быть осторожными, потому что нам не нужен синяк. Нам нужна именно линия с небольшой растушевкой. То же самое делаю со вторым глазом. Теперь я беру просто маленькую кисточку. Она с обычным классическим кончиком. Из палетки беру буквально белый цвет и наношу его в пространство между нижней линией глаза и линией, которую мы только что провели коричневыми тенями. Здесь важно осветлить эту зону. Таким образом блестяшки будут выглядеть поярче. Ну, а теперь этой же кисточкой я беру сверкающий оттенок из палетки. И этот оттенок более золотистого цвета и с сияющими частичками. Убираю лишнее и очень аккуратно, повторяя то же самое, что мы только что делали, я раскладываю этот пигмент там, где только что мы проходили с белыми тенями. И особый акцент я делаю на внутреннем уголочке глаз. Лучше всего здесь использовать именно шиммер. Ни в коем случае не огромные вот эти глиттеры с огромными блестяшками. Они вам просто попадут в глаз, и кто знает, чем это закончится. Ну, если хочется усилить эффект, можно использовать коричневый лайнер. Очень легкую линию проводим там же, где недавно наносили коричневые тени. И вот такой результат получился. Мне кажется, это какой-то эффект на стыке корейского и китайского макияжа. Вот что получается, и мне кажется, это очень симпатично выглядит. Дальше увидите, как это будет играть в финальном образе. Ну что же, глаза почти доделали. Я думаю, время оформить брови. Брови я буду оформлять с помощью ультра-тонкого карандаша ID в оттенке 801 Blonde. Я очень люблю такие карандаши, потому что, с одной стороны, здесь кисточка. Ею я могу расчесать брови или растушевать сам продукт после того, как я его нанесу. А с другой стороны, сам карандаш. И он реально очень тонкий. Можно прям маленькие волосочки рисовать. Той длины, которой вы хотите. Люблю, короче говоря, такие вот продукты. Напишите, кстати, в комментариях, чем вы оформляете брови. Я сперва зачесываю брови чуть наверх и в сторону от носа. И уже теперь заполняю пробелы недостающими волосками. Вообще, форма бровей играет очень важную роль в настроении вашего макияжа. Мне тут как-то сказали, что я выгляжу какой-то злой. Потом я посмотрела на себя и поняла, что у меня брови вот так вот прям шли. Вот такой вот прям прямой линией. Здесь у нас персонаж, по сути, добрый. Такая милая девочка, хоть и очень важная персона. Так что для ее характера подойдет довольно нежный изгиб. Плавная арка почти до виска. Закрепим нашу форму специальным фиксирующим средством для бровей Smart Fix. Он прозрачный, так что идеально подойдет под любой цвет бровей. Просто прохожусь по всей арке бровей легкими движениями. Так, я хочу сделать двойную стрелку. И кроме того, что она будет двойная, она еще будет цветная. Беру классическую жидкую подводку для глаз Colorful Look в черном оттенке. Я вообще очень уважаю такие жидкие подводки. Ими суперсложно выводить стрелки. Надо быть действительно профи для того, чтобы получилось красиво. Но зато она действительно дает яркий черный цвет. Именно черный, не серый, не светло-черный. Это именно черный будет. И она будет носиться супердолго. Начинаю от центра глаза и веду линию к внешнему уголку. Лучше всего рисовать стрелки прям шаг за шагом. Сделали на одном глазу и то же самое делайте сразу на другом. Ну и теперь от внешнего края глаза я провожу базовую линию, по которой дальше я и буду рисовать стрелочку. От самой крайней точки нашей линии я вывожу обратную стрелу, но чуть выше. И теперь заполняю вот это получившееся пространство. Здесь уже, конечно, на свой вкус и цвет, потому что все любят разные стрелки все-таки. У всех разные глаза, всем разный идет. Вот я люблю подлиннее, потолще. На прямо смотрящие открытые глаза я наношу еще потолще эту стрелочку и прям веду ее вот так вот, не стесняясь, вдаль, к вискам. Почти уже до волосы дохожу. И то же самое повторяем на правом глазу. В идеале, конечно, нужно, чтобы и та, и та стрела были как-то друг на друга похожи. Знаете, примерно точно такая же ситуация, как с бровями. Может, они не должны быть близняшками, но хотя бы двоюродными сестрами должны быть. Давайте еще сделаем красивую вот эту синичку у нас на подвижном веке. Ее мы немножечко округляем, немножко тут достраиваем и ведем в складочку века. То же самое на левом глазу. И теперь берем синюю жидкую подводку. Она из этой же серии, но уже другого оттенка, прям насыщенного синего. Тут тоже такая же кисточка, очень подвижная и очень удобная. И вот так красиво выглядит оттенок. Прям настоящий синий. Им я хочу сделать нашу стрелку еще шире. Да, еще шире. Буквально дублирую верхнюю линию стрелки. А также добавляю маленькие линии под глаза, ближе к внешнему уголочку. При таком активном макияже с такими огромными стрелками я очень люблю добавлять небольшую стрелочку во внутренний уголок глаза тоже. Для этого я буду использовать вот такой карандаш силуэт мат в оттенке 201. По текстуре этот карандаш примерно такой же, как те, которые мы использовали для основы растушевки. Здесь надо быть прям очень аккуратным. Прям небольшую линию мы проводим от внутреннего уголка в сторону носа. Буквально небольшое затемнение, просто чтобы показать, что у нас глаз начинается здесь и заканчивается где-то там. И немножко растягиваем этот цвет вверх, чтобы черная линия достигала линии уже нашей стрелки. И повторяем весь этот процесс. Завершаем макияж ресницами. Сперва я хочу их подкрутить. У меня для этого есть такой специальный инструмент. Вообще официально он называется фен. Но у нас в народе просто щипочки для ресниц. Им я закручиваю ресницы, начиная прямо с основания. И тихонечко прохожусь по всей длине. Аккуратненько только защипываем, пожалуйста, глаза не трогаем. Только ресницы. И завершающий штрих – тушь. Моя тушь удлиняющая, но также она придает объем, и у нее очень классная щеточка. Я редко вижу такую флэму, честно скажу. Здесь важно хорошенько прокрасить как верхние ресницы, так и нижние. Открой для себя Premier Genial Long. Специальная форма кисточки обеспечивает идеальное покрытие. Вытягивает и подкручивает ресницы, наращивая объем и длину, как после ламинирования. Создай эффект наращивания с Premier Genial Long. L'Etoile Makeup. Макияж губ я хочу выполнить в своем любимом комбо. Я беру карандаш красного оттенка. Очень яркий, коралловый, с очень нежной текстурой. Но добавляю его не на всю поверхность, а только на центр губ. И слегка растушевываю прямо пальцем. Дополняю этот эффект блеском для губ, такого же кораллового цвета. Наношу его немного на центр губ и также распределяю пальцем. Ну и финально наношу слой прозрачного блеска для губ. Он из серии Candy Lips и он очень вкусно пахнет. Наношу преимущественно на галочку верхней губы. Прямо сосела немного, просто чтобы добавить объема. И на центр нижней губы. А еще я хочу нанести свою любимую блестящую пудру. Наносу Новый год. И какую классную традицию в бьюти-индустрии мы приобрели не так давно. Правильно, открытие адвент-календарей. И у меня есть целых два таких календаря, которые я, конечно же, хочу вручить кому-нибудь из вас. Это бьюти-календарь, который состоит из 24 ячеек с множеством подарков. Тут и палетки, и аксессуары, и кисти. В общем, все, что нужно для красивого, волшебного Нового года. Изучить наполнение этого календаря вы сможете на сайте L'Etoile Makeup по ссылке в описании. А чтобы побороться за один из этих календарей, вам нужно всего лишь оставить комментарий с ответом на вопрос, за что вы любите виртуальные миры в играх. Геншин, не геншин, не важно. Рассказывайте все, как есть, искренне и от души. Не забудьте только оставить в комментарии свой ник во ВКонтакте или просто свою электронную почту, чтобы мы с вами связались. И, конечно же, подпишитесь на мой канал, так, на всякий случай. А уже через неделю в закрепленном комментарии я определю двух победителей, которым достанется по одному такому календарю. Повторюсь, что ссылки на эти календари, как и на все продукты, которыми я сегодня пользовалась, вы найдете в описании этого видео. Ну, а мы переходим к распаковке образа. Ну что же, вот такой образ получился. Как вам? Что вы думаете? Очень жду ваше мнение в комментариях. Вообще мне нравится, особенно очень круто получились стрелки, конечно же. Но, честно скажу, я здесь больше вижу Орли Кина в синем исполнении. Так и знала, что ее надо было делать. В любом случае, буду очень рада вашей оценке. И, конечно же, напишите в комментариях, кто ваш любимый персонаж из Геншина. Большое спасибо вам за просмотр. Обязательно участвуйте в конкурсе. Календари реально очень классные, там шикарное наполнение. Но увидимся с вами совсем скоро в новом выпуске моего роскошного шоу Unomomental Beauty. Муа!